На международные состязания по дайвингу приехали команды из России и Европы. Мероприятие такого уровня проводится в нашем городе впервые. Новый такой вид спорта именно для дайверов-инвалидов. Ну и фактически мы показываем, презентуем новый вид такой спорта для помощи в реабилитации людей с инвалидностью. Организатором соревнований выступил клуб подводного плавания «Акваглобус». Этот спортивный объект уже не первый год работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья и сотрудничает с фондом «Доступная среда». Поэтому определенный опыт работы уже накоплен. Социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья посредством дайвинга. Началось все с простого. Мы обучили своих инструкторов. К нам приехал Никита Ванков, это наш был первый дайвер, который получил сертификат. Мы поехали в Словению, там отныряли. Пошла цепная реакция, то есть запотянулись другие люди. На сегодняшний день это на самом деле социальная адаптация, реабилитация. Вы сейчас увидите, насколько всем хорошо. Здесь находятся дайверы, инвалиды из Словении, Хорватии, Воронежа, Воронежской области, Ханты-Мансийска, Анапа, Москва, Московская область. И всех нас объединяет наш дайвинг, наше Черное море. Соревнования состояли из трех испытаний. Участникам нужно было пройти полосу препятствий, испытать силы в поиске предметов при ограниченной видимости и проверить командную слаженность в эстафете. Спортсмены показали недюжинное стремление к победе, а капитан команды из Словении и вовсе назвал проходящее мероприятие историческим событием. Это исторический момент. Почему? Как ХМАЗ, Советская Подводная Федерация, Всемирная Федерация, он первый раз нам дал зеленое светлое. В Анапе очень нравится нам очень много. Знаете, как мы приехали первый раз в Россию, это не было инва-дайвинга. А сейчас инва-дайвинг в России, он большой, как у нашей маленькой Словении. Испытания дайверы проходили в бассейне на территории комплекса «Золотая бухта». По результатам соревнований на первом месте команда из Воронежа, на втором – спортсмены сборной Московской области, а бронзу получила команда Анапы. В личном зачете лучшие результаты показала Светлана Фомичева. За волю к победе ей был вручен фирменный дайверский жилет. Организаторы уверены, это только начало долгосрочного проекта. На будущий год географию участников соревнований планируется существенно увеличить.